Наши музейные истории сегодня мы посвящаем творчеству одного из выдающихся казахстанских живописцев, имя которого Абдрашид Садыханов. Художник, чей творческий путь начинался в 60-е. Шестидесятники – удивительное поколение. Это мастер, который ярко проявил себя в казахстанском кинематографе, потому что он активно участвовал в 70-е годы в создании множества замечательных картин. Наконец, в более поздний период он стал основателем знаковой живописи, и об основных этапах творчества этого замечательного мастера мы поговорим сегодня. Будучи уже выпускником Алматинского художественного училища, Абдрашид Аронович приходит на киностудию «Казахфильмы». Интересно, что именно первоначальное, скажем, вхождение в профессию произошло именно через киноиндустрию. Расскажите об этом интереснейшем и, по сути, видимо, первым опытом профессионального пути и самореализации. В жизни так бывает, что не всегда человек ставит себе целью. У него, наверное, не было целью прийти работать в кино. Так сложилась судьба. Да, так сложилась судьба. Он закончил училище, он был станковым живописцем, занимался станковой живописью. Но так получилось, что когда он уже заканчивал училище именно Николая Васильевича Коголя, они с мамой уже поженились, и мама была в положении. Ему, кстати, давали направление в Питерскую академию. Он из-за этого не поехал. Ну и не поехал из-за того, что, ну, ты знаешь, они вообще не хотели тогда быть академистами. Это дух шестидесятников, такой бунтарский. Да, это уже это все начиналось, как бы этот заговор против академизма. И так получилось, что семейные обстоятельства были, что надо было зарабатывать. Поэтому он пошел на киностудию, он начинал как художник по костюмам. А потом уже он работал как художник-постановщик. Конечно, он всегда об этом говорил, что кино очень много дало. Потому что это постоянно смена локаций. Это, ну, ты как оператор видишь там игру света, цвет и так далее. Потом он очень много читал, потому что фильмы были в основном по известным произведениям наших писателей, поэтов. Допустим, Кулагер, да, там, 71-го года. Или потом «Красавица в трауре», один из любимых моих фильмов. Там уже папа достаточно давно уже работал в кино. Это, ну, во-первых, по какому материалу снимали? Это повесть известная Мухтара Ойзова. Плюс режиссеры, да, Ермек Шинарбаев. Главные актеры – это Нурмухан Жан Турин, это Наталья Ренбасарова. То есть такой звездный состав, да? Да, конечно. И вот этот вот период работы в кино, он шел параллельно с работой «Станковая живопись». То есть он в 65-м году закончил училище, пошел на киностудию. А в 66-м году он уже участвовал в выставке молодых художников в Казахстане. Мы уже обратились к теме шестидесятников. И, безусловно, это то поколение, к которому, во-первых, Абдраши Таронович непосредственно имеет отношение и принадлежит к нему. И мы вообще говорим, вообще шестидесятники – это вообще на сегодняшний день понятие нарицательное, имя нарицательное. Вот какова была атмосфера того времени, и как дух этого времени повлиял на творчество Садыханова? Молодые художники такие уже, какое поколение в истории искусства Казахстана. Они, конечно, не хотели никого повторять, они хотели найти свой язык, создать свою национальную школу, грубо говоря. Потому что менять просто, оставлять тот же единый художественный язык, вместо трех богатырей писать трех батыров, они уже так не хотели. То есть они хотели не только менять содержание, они хотели именно форму, понимаешь, менять. Поэтому, конечно, откуда это брать? Это все у истоков народных. Поэтому они обратились к прикладному искусству, отсюда пошла вот эта вот ковровая перспектива. Вот эти локальные цвета, которые мы встречаем в текеметах, в сырмаках, вышитых тускизах, коврах. То есть вот это сочетание цветов, локальность, монументальность опять-таки это от степи идет. И ковровая вот эта перспектива, она у них у всех в той или иной мере, в той или иной период встречается. Эти художественные, скажем так, пластические находки. Кстати, в начале 70-х годов, если не ошибаюсь, это был 1972 год, Абрашид Арунович создает композицию под названием «Девятый микрорайон», где одной из главных героинь являешься ты, только в образе очень маленькой девочки. Расскажи. Главная героиня – это мама. Да-да-да. Вот об этой работе, о тех ощущениях детства и, наверное, о том, каким он был отцом. Отцом он был, конечно, замечательным. И то, что мой папа художник, и не такой, как все, я это с детства понимала. Очень необычно одевался. Он любил какие-то головные уборы, шляпы носил, такияшки, которым специально даже… Мамин Лебаева, помню, он какие-то чапаны шил, что-то там они… Он сам мог купить шляпу, вырезать поля там, да, и чем-то украсить. Когда его мама просила, мы идем в гости, одень, пожалуйста, там, костюм, галстук, он говорил, что ты из меня чиновника делаешь? Я же не чиновник, я художник. То есть, ну, как бы бунтарский дух, он как бы во всем проявлялся. Ну, это естественно для художественной среды. Удивительно вот этот дух общения, который, наверное, во многом и стимулировал шестидесятников, потому что очень многое рождалось в беседах. Конечно. Вот в этом живом общении, в каких-то спорах, которые, безусловно, возникали. Давай начнем с того, что каждый художник, он сам по себе, да? Но все равно это было то время, они же хотели что-то единое создать, да, национальную школу. Поэтому, естественно, они очень много общались. То есть это про цеховой, да, все-таки? Да, во-первых, это мастерская, где всегда все бурлило, все они друг к другу ходили в гости. Естественно, это застолье было. Это было очень трогательно. Ну, сейчас, наверное, это где-то отдельно музей может, да, происходить. А тогда это было везде. Это вот в мастерские художников заходишь, это вот запах краски, вот я с детства помню. Это вот такие же, как папа, необычные люди ходят, рассказывают. Ну, конечно, потом, когда я уже пришла в музей и начала работать, я уже начала его больше как художника понимать. И дипломную работу я писала, естественно, по нему. А мне это... Ну, о ком еще? Вот, конечно. Да, хотя современных художников, ты знаешь, писать очень тяжело. Этот замечательный альбом был создан к 70-летию. Это, кстати, я так понимаю, лично твоя заслуга. Это потрясающе красивая книга, и замечательные искусствоведы здесь писали материалы и приглашены. О том, какой он художник, это еще много будут писать, я надеюсь. Но о том, какой он был человек, я тоже думаю, что будут долго помнить. Его жизнь делится, мне кажется, на таких на два этапа. То есть первый этап – это вот детство такое сложное, да, там, трудности. Потом поступление в художественное училище. И вот окончание училища и сженитьба на моей мамы, мне кажется, вот эти вот два события, когда он прям уже официально, грубо говоря, стал художником и нашел спутницу своей жизни. Они 47 лет вместе прожили до его смерти. Вот это как бы делит его жизнь на два этапа. Потом он абсолютно другим был. Я даже ему говорила, слушай, ну столько ты прошел, да, почему ты не озлобился? Ну вот в детстве тебя обзывали, да, незаслуженно совершенно там страдал. Потом семья как пострадала ужасно, да, репрессированная и так далее. Почему ты не озлобился? А он говорил, а, во-первых, кого винить сейчас? Ну это со всеми происходит, и ты посмотри, что с Акимом Сейфулиным сделали. А с другой стороны, я думаю, что он через творчество сублимировал все. То есть из него вышел, может быть, весь этот негатив, который был, он весь ушел в искусство и был абсолютно счастлив, и это, ну как сказать, это видно в его творчестве. Это, видишь, в основном очень много такого как бы жизнеутверждающего, я бы сказала, во всех его работах. В начале 70-х годов Абдрашид Садыханов одновременно работает на киностудии «Казахфильм» и параллельно пишет свои творческие композиции. Одна из работ, созданных в 71-м году, получила название «Купание овец». И вот здесь проявляется очень характерный для шестидесятников прием. Совершенно, казалось бы, бытовая повседневная сцена обретает возвышенное поэтическое звучание. Здесь художник очищает композицию от всех лишних деталей. Все фигуры рабочих, в данном случае чабанов, которые проводят просто фактически обработку отары, в этот самый момент получают удивительное прочтение возвышенного, монументального, некоторого пафосного настроения или атмосферы. И вот здесь уже сказывается и работа Садыханова в кино, потому что особая кинематографичность композиции, очень точное решение, очень емкое, при этом вы видите многоплановое развитие, и при помощи лаконичных цветов он создает необычное и очень наполненное прочтение обычной повседневной сцены. Полотно «Доение красной верблюдицы» создано в начале 80-х годов. Интересно, что этот период для Садыханова становится неким переходным от более фигуративных, несколько прямолинейных в своей сюжетной линии произведений к более метафорическим, наполненным какой-то аллегорией, скрытой символикой. И интересно, что чаще всего в своих композициях он опирается на конкретные увиденные им сцены повседневной жизни. Подобная по сюжету работа «Казалардинская степь» тоже несколько перекликается. Открытое степное пространство, небольшие мазанки, женская фигура в центре. И здесь главным и смысловым, и композиционным центром является образ огромной, совершенно поражающей своими размерами верблюдицы. Вообще, сам образ удивительный, плюс то, что она красная, то есть уход от каких-то таких, очевидно, конкретных вещей в сторону более умозрительных или смысловых, или каких-то метафорических, это то, что все больше волнует художника. Интересно, что фактически после этого периода он уже уйдет в язык абстрактной, знаковой, символистской живописи. Но здесь живописные приемы строятся таким образом, что перед нами полотно невероятно монументальное, как по форме, так и по содержанию. И этим оно удивительно привлекательно, именно своей какой-то особенной, труднообъяснимой метафизичностью. В июне 1989 года в Государственном музее искусства Мняблхана Костеева состоялась выставка Абдрашита Садыханова, которая стала в прямом смысле слова прорывной. Она получила название «Знаковая живопись». И в пространстве этой выставки были выставлены работы, подобные этим. Вообще не характерен еще был в это время уход в абстрактное искусство. Тем более наполнение абстрактных или полуабстрактных композиций какими-то отдельными элементами родовых знаков танба – это было совершенно новым открытием. И первопроходцем здесь был именно Абдрашид Садыханов. Здесь, что называется, удачно сложились звезды. С одной стороны, увлечения эзотерикой, учениями Блаватской, книгами Ошо. И, наконец, наступает момент, когда в его руки попадает книга Штенышбаева. Это большое основательное исследование родовых знаков танба. Оно перевернуло мироощущение Садыханова. И он начинает исследовать эти знаки, начинает включать их в пространство своих художественных произведений, понимая, что это некий священный сакральный дух, который сопровождал кочевников на протяжении многих тысячелетий, который оберегал их, подобно священным аруахам. И это то, что он в визуальном плане начинает включать в пространство своих работ. Так рождается множество произведений. Среди них замечательная работа «Знак Буран», который фактически иллюстрирует изображение отары овец во время Бурана, которую, опять-таки, благодаря сакральному вмешательству священных высших сил удалось уберечь от гибели. Или же знак Чабан, или же символ Шолпан. Самые разнообразные картины, посвященные тем или иным сюжетам, высшим силам или конкретным людям. Все это обретает совершенно новое звучание. И именно в этот момент Абдрашид Садыханов зовет себя основателем знаковой живописи. В начале 90-х годов знаковая живопись Абдрашида Садыханова обретает все большую индивидуальность, характерную для этого мастера. И интересно, что в 1992 году художник пишет картину под названием «Знак Куркыт». Куркыт – один из священных, сакральных образов в кочевой культуре, потому что именно он считался одним из наиболее значимых шаманов, целителей. Таким удивительным посредником между миром людей и миром божественным, высшим. Именно Куркыт создает совершенно уникальный музыкальный инструмент под названием кобыс. Это струнно-смычковый инструмент, который тоже носит, имеет сакральное предназначение. И при этом в удивительном звучании этого инструмента можно услышать и степной ветер, и шелест камыша, и даже пение женского голоса. И удивительно, что художник, создавая этот образ, запечатлевая его верхом на коне, он делает определенную стилизацию, он вводит некое, скорее создает некий знак этого образа, фактически так и называя этот образ – знак Куркыт. И обратите внимание, что уже здесь художник работает очень необычно с фактурами. Ему становится недостаточно обращаться только к масляной живописи, создавая, к масляной краске, создавая живописные произведения. Он хочет сделать свою живопись рельефной, фактурной. И очень часто он вводит в фактуры самые разнообразные материалы. Это могут быть бусины, это может быть зеркало от круглой пудреницы, которое появляется в центре композиции. И вся поверхность этой картины покрыта тонким слоем пшена. Именно пшено, зерно, которое создает удивительную, почти ковровую фактурную поверхность. Очень интересно, что постоянные эксперименты введения элементов коллажа в живопись Садыханова становятся характерным приемом именно в 90-е и 2000-е годы. И примером тому знак Куркыт. Символ Шулпан Символ Шулпан – картина, которая воспевает красоту мира. Красоту мира в самых разнообразных ее проявлениях. Конечно же, в центре мы видим женский образ. Вообще один из важнейших архетипов во многих культурах, и Казахстан не стал исключением. Потому что женщина-мать, ее образ как символ луналикой красавицы. Она действительно приковывает к себе взоры, при том, что рисунок выполнен совершенно просто, без каких-то сложных интенций, каких-то сложной выразительности. При этом вся эта композиция объединена общим нежным цветовым решением. Очень нежными перетеканиями белого и голубого. Это центральный женский образ, ее лицо, приковывающее к себе внимание. Что такое Венера? Это путеводная звезда. Шулпан, Венера – путеводная звезда, указующая путь. И здесь художнику очень важно все – достичь и общей гармонии цвета, общей гармонии изображенного здесь художественного образа. Фактурные поверхности, которые опять он вводит в достижение путем введения именно круп, которые сверху он перекрывает цветом и создается такая совершенно ковровая, удивительная по своей красоте поверхность. И, в общем, это полотно удивительно изящное, очень тонкое, возвышенное, по сути, стало переходом к одному из важнейших и наиболее высоких в плане творческой зрелости этапов в жизни художника. Если анализировать картину «Пустая лодка» Абдрашита Садыханова в контексте мировой художественной культуры, лично у меня напрашивается ассоциация с поздним периодом творчества Казимира Малевича, когда его поздняя стадия супрематизма превратилась в белое на белом. Вот примерно такой же чистоты цвета, чистоты восприятия, тончайших цветовых нюансов и переходов стремится достичь Адрашит Садыханов, создавая эту работу. Кстати, его дочь Зауре Садыханова, Зауре Садыханова отметила, что эта работа создавалась за один день. Это была колоссальная нагрузка, но это был невероятный эмоциональный и творческий выплеск, когда художнику было необходимо достичь вот этой удивительной чистоты и гармонии. Сам символ «Пустая лодка» очень автобиографический. Он стремился стать той самой пустой лодкой, которая плывет в безбрежном океане жизни, стремясь достичь такой вселенской гармонии. Я бы назвала эту картину медитацией, своего рода цветовой медитацией. Удивительно тонкая, удивительно сложная, очень философская. И то состояние, которого стремился он достичь в душе, в уме, в своем творчестве, оно по сути воплотилось в этом удивительном, замечательном образе. Опять напрашивается эта ассоциация, когда он назвал свою выставку «Я снова ребенок». Вот это ощущение чистоты, свободы и незамутненности выражается и в детском сознании, и в восприятии пустой лодки, которая, мне кажется, может восприниматься как высшая точка позднего творчества Абдрашита Садыханова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok